Привет, друзья! Встречаю вас сегодня на даче. Ну, как на даче, на приусадебном участке. Снег у нас уже совсем сошел. Какая-то кастрюля упала от соседей. Ой, какой у меня фронт работы сегодня. Надо обрезать малину и клубничку мою сейчас обрежу. И эти все старые больные листья. Все пообрезаю и подкормлю кольцевой селитрой. Все уже приготовила. Ведро, там секатор. Верчатки надену. Посмотрим. Посмотрите, я обрабатывала смородину, кипятком и хозяйственным малом. Вот, кубочечки проснулись. Уже ничего не заварилось. Здесь у меня еще был куст. Ну, он уже старый-престарый. Его надо вообще выкорчевать отсюда. Здесь все надо чистить. В общем, все. Надо убирать. В этом году хотим тоже зачистить веранду, вышивать. Все почернело уже с года. Ну, в общем, так. Приступаем к работе. Ну, вот. Все отлично. Обрежу. Сейчас разведу. Какой-то я больше оставила восточков новеньких. Но старые все. Срезала. Постаралась. Срезала. Пропустила. Не могу найти корни удалитель, чтобы у меня кое-как дело здесь есть. Адуланчик повылазил. Их за на розеточках. В общем, от него удалила. И избавиться. Ну, вот так. Быстро обрезала. Это ветер смотрит. Все, не буду это ничего подметать. Все, пошла. Разводите добрый день. Здесь я показываю то, что заезжали в магазин дачный. У нас есть такой специализированный магазин. И что я купила? Купила рад нет. Это когда обрезаешь деревья. То есть вот эти спилы, срезы, их обрабатываешь. Потом мне сказали, что 30 плюс уже поздно обрабатывать кустарники. И вот дали какое-то такое трио в ампулках. Вот нужно обработать кустарники. Этим сегодня я еще не занималась, но займусь обязательно. И все в одной лейке смешиваешь на 5 литров и опрыскиваешь. Вот 30 плюс оставила на будущий год. Пусть будет пригодиться. Потом вот этот ран нет. Замазка вот эта вот. И, собственно, вот кальциевая селитра, которую я сейчас буду подкармливать клубнику. Ее 15 грамм на 10 литров. Получается столовая ложка на 10 литров воды. И еще два пакетика моркови Наполя. Взяла тоже посеять. В прошлом году сеяла. Мне очень понравилось. Бутылку на обрабатывающую кустарники. Откроем колпачок. Ой, колпачок, пакетик. Так, и сказано. Весит 15 грамм. Ну, это примерно удобно. Садовод, конечно, из меня так себе. Ну, ничего. Так, теперь закрываем. И все. Прослевываем. Вот в лейку набрала воды. И добавляю к кубяку. Сейчас сниму наконечник, потому что нужно под корень. Ну вот, сейчас займусь малиной. Обрезаю. Я на одном кустике оставляю 3 буквально веточки. Остальное все срезаю. Сухо стоит это. Ну все, поехали. Все. Да, что было и что стало. Красота. Ну, конечно, за лето она вымахает еще. Здесь у меня хорошо. Хотите, что-то покажу? Смотрите. Коняшки. Видите, жеребенок маленький. А там вот еще кони у соседей. У них, короче, конное хозяйство. Но только не понимаю, почему эти кони, лошади, постоянно постоянно у них вот тут вот. Ну, на лето они некоторых в калду загоняют туда, угоняют на поля. Ай-ка! Ай-ка! Так, ну что, нужно убрать в общем эти ветки. Грести я сейчас ничего не буду, только уберу ветки. Что еще? Вот там надо мне почистить. Эй, забываю, здесь вот у меня овсяница. Вот, видите, с прошлого года. Раз, два, и три. Здесь я хочу оформить такую грядочку. Вот здесь третку гвоздику надо почистить. Сейчас этим займусь. Ну, все, я все сделала на даче. Что планировала, я молодец сегодня. Можно ехать домой, дома, домашними делами заниматься, завтра еще на работу. Не очень-то и охота. Отдыхать всегда хорошо. Ну, все, встретимся уже дома. Ну, вот, ребят, я уже дома. У меня за окном мотыляется белье. Нужно его снять. Сделать еще салат. Вот у меня подготовлено свекло с чесноком. Хочу сделать с майонезом и отварить макарушки. Во многих блогах, вот смотрите, у меня шебекинский, да? И вот смотрю девчонок некоторых блогеров, и они всегда говорят щебекинский. И ссылается на то, что, ну, типа, мне так удобнее говорить ше-с-е как ще. Ну, мы же не говорим щесть, шерсть, правильно? Мы же говорим шерсть, шесть. почему это только работает с шебекинским макароном для меня загадка. А вы как называете эти макароны шебекинские или щебекинские? Так, ну, все, снимаю белье, а то сейчас оно у меня улетит и не вернется. Ветер как с ума сошел. Вот и солнышко спряталось, пока я была на даче, погода была нормальная, даже тепло, можно сказать, было. Но тоже, конечно, ветер был. А сейчас еще и плюс солнце спряталось. Ну, все, поехала снимать. Буду делать салат. Сразу достаю контейнерочек, терочку и сразу сюда буду натирать. Кстати, я еще побывала на кладбище. съездила, убралась там, убираться нам немного было. Выкидывала старые цветы, которые уже выцвели. Что-то с каждым годом цветы, качество цветов, точнее, качество краски, которые красят цветы, все хуже и хуже. Вообще, прям выцветает махом. Даже вот за лето может выцвести, учитывая то, что, ну, лето у нас, не скажу, что прям солнце жарит, скажем, целыми днями. И цена у них. Вот мне нужно пять букетов было, потому что как бы у нас пять близких людей там лежит. Вот. На пять букетов я потратила три тысячи. Я покупаю всегда пионы, на которых восемь голов большие. и заказала на Озоне, потому что у нас, я даже не представляю, сколько будет на вот этих цветочных базарах стоить искусственные цветы. Даже, даже не знаю. Ну, у нас они еще не открылись. Я так думаю, после Пасхи, скорее всего, после Пасхи они откроются. Ну, не знаю, если на Озоне один букет стоил шестьсот рублей, то у нас, ну, наверное, вот такие пионы будут стоить рублей. Может, восемьсот, может, семьсот пятьдесят. Ну, в общем, дорого. С каждым годом все дороже и дороже. Хорошо, что я позаботилась об этом раньше. Вот. Скажите, а Вы любите вот такую свеколку с чесночком? Я очень люблю. И прям, чтобы чеснока было побольше с майонезиком, я не добавляю ни чернослив сюда, ни орешки. Ну, хотя, знаю, многие любят. А я предпочитаю вот просто чеснок, свекла, соль и майонез. Мне так нравится больше. Кстати, в прошлом году покупала семена свеклы. Я предпочитаю выращивать цилинду. Ну, мне как-то она больше нравится. Она и мягче. Ну, такая. В общем, на мой вкус больше нравится мне. И вместо цилиндра выросли какие-то огромные вот такие свеклины и вот такие тонкие. Короче, какие-то диски вместо свекла. вот так. Так. Сказал бедняк. И сейчас выдавлю чесночок. ребят, смотрите. Показывают цветы, которые я заказала. Такие огромные. Головы. Показать. Получаются красные и вот такие вот желтые. На кладбище смотрится, на могилках красиво смотрится. У нас большие вазоны. И мы туда ставим. То есть трое у нас близких людей в одной ограде похоронены, да? И двое. То есть вот так вот. На одну могилку красный желтый-красный на другой желтый-красный. И последнее, что у меня осталось сделать, это обработать ручки у лопаток и одну из досок, которая у меня деревянная. Надо все это вот короче обработать масло. Масло у меня вот такое. Думаю, многие используют. Взяла тряпочку одноразовую, разложила в бумажное полотенце. Сейчас быстро все натру. Все. Можно идти в душ. Скажите, а вы обрабатываете деревянные изделия масла? Честно, хочу сказать, пока не смотрела YouTube, я даже и не думала, что надо что-то обрабатывать. Я думала, вот с завода как оно обработано, дерево, так и все. Что вообще есть такое масло, я даже не знала. Доски я, конечно, периодически чищу солью и лимоном. Не лимоном, а лимонным соком, потому что лимон у нас на кончатке удовольствие. не из дешевых и проще взять вот этот лимонный сок, который типа а-ля лимонный сок, хотя мне кажется, это просто лимонка разведенная. И короче, соль и вот этот сок и натираю доски разделочные. Ну, поэтому я и избавилась от всех досочек деревянных. вот у меня одна единственная осталась, чтобы меньше было заморочки. И использую пластиковый. Так, сейчас оно все впитается. возьму вот такую досочку. У меня большая доска. Сейчас я ее тоже обработаю. я купила и здесь крышка вот такая. Как вы думаете, надо ее обрабатывать? Баночку я сейчас помою. Давайте на всякий случай тоже. обработаю. Я ее купила под эти орешки сухопрукты. А то они у меня в пакетах болтаются. Вот это не буду обрабатывать. Все сделали. Можно сейчас помою вот это дело. закрывать кухню. Я всегда так говорю, когда уже все посуда помыто. Чистота, порядок. Это пусть до завтрашнего дня стоит. А я пошла в душ. Ну все. Всем пока. Совсем скоро с вами увидимся. Субтитры 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 Субтитры